ПРОЕКТ Я ПОМНЮ Интервью с ветераном Великой Отечественной войны. Луговской Пётр Филиппович. Руководитель проекта и главный редактор Артём Драбкин. Интервью и литературная обработка Сергей Рябков. Опубликовано 23 июля 2006 года. Я, Луговской Пётр Филиппович, родился в 1921 году в маленькой деревне в Полтавской области в Украине. В 1940 году меня призвали на службу, и в 1941 год я встретил в Ленинграде на курсах торпедистов. 21 июня мы встретились с моим земляком, который также служил в Ленинграде, переночевали у знакомых, утром услышали гул самолётов. «Война, небось!» – пошутил я. Всё утром и гуляли, разговаривали, и только в час дня услышали обращение Молотова. Естественно, это было неожиданно, но всё равно, несмотря на все пакты о ненападении, мы всегда чувствовали, что находимся в преддверии войны с немцами. И 22 июня она началась. Ускоренно мы закончили курсы, и 2 июля эшелоном нас всех отправили на Черноморский флот. Эшелон шёл 8 суток, за это время нас неоднократно бомбили, однако в пункт назначения, Феодосию, мы прибыли без потерь. Здесь же мы получили первое боевое задание. Нескольких человек, в том числе и меня, отправили устанавливать морские мины в песок на Арбатскую стрелку, тонкая полоска суши, которая тянется вдоль северо-восточного побережья Крыма, как противотанковые. Когда мы через пару недель вернулись, мы узнали, что весь наш курс отправили в Одессу на пополнение сухопутным войскам. Странно это было. Хорошо обученных торпедистов отправляли в пехоту. Впрочем, в те дни такое было повсеместно, и всех моих однокурсников, отправленных в Одессу, выжил только один. Это был первый случай, когда я должен был погибнуть, но не погиб. Меня определили торпедистом на подводную лодку Ща-213, которая готовилась к боевому походу. Мы жили в большом доме на берегу, и однажды после очень сильного налета немецкой авиации мы обнаружили, что дом разграблен, все имущество наше украдено. В то же время из-под Одессы потоком начали прибывать суда с ранеными. Жутко это было зрелище, покалеченные, без рук, без ног, в крови, грязных бинтах. Мы разговаривали с некоторыми из них. Они воевали без поддержки авиации, артиллерии, без танков, с одними винтовками. Начались боевые походы. Лодка выходила на месяц в море, затем 2-3 недели проводила на базе. Нам не встречались крупные цели, в основном только немецкие шхуны, баржи, которые стоили-то дешевле торпеды. Постоянно происходили споры между командиром лодки и комиссаром. До 1943 года их должности были равны. Комиссар приказывал атаковать эти небольшие суденышки, а командир отказывался. Один раз в Босфорском проливе мы увидели крупный турецкий пассажирский теплоход. Турция в то время уже была союзницей Германии, но сохраняла нейтралитет по отношению к СССР. Комиссар приказал атаковать теплоход, и командиру пришлось подчиниться. Мы дали залп торпедой, но она прошла мимо. Я уверен, что командир специально промахнулся, так как не попасть в такую крупную цель практически невозможно. После того, как мы вернулись из этого похода, в газетах мы прочли, что Турция издала ноту протеста, а СССР заявил, что в то время в районе Босфора советских подводных лодок не было. Вообще мы очень не любили нашего комиссара. Даже на берегу он следил за матросами. Один из матросов, выпив, послал его матом. Матроса сразу перевели в штрафную роту и отправили под Севастополь. Как потом оказалось, он чудом выжил, и в 1943 году мы с ним встретились снова. Во время похода лодка всплывала только ночью, позиционное состояние. Над водой только рубка, чтобы в случае атаки иметь возможность погрузиться через несколько секунд. На рубке находился командир, его помощник и сигнальщик. По одному с разрешения командира на рубку выскакивали покурить матросы. Я не курил, поэтому на рубке не бывал. Но однажды командир вызвал меня на рубку, чтобы я проветрился. Я довольно долго стоял и дышал свежим воздухом. На северо-западе видел огромное зарево. Это горела Одесса. Небо там постоянно озарялось с полохами взрывов, и по воде до нас доносились гул самолетов, разрывы бомб и снарядов. Не раз мы подвергались атакам самолетов и катеров противника, однако наш командир был очень опытным подводником, и нам удалось из всех атак выходить с минимальными повреждениями. Однако я никогда не забуду это чувство, когда вокруг лодки рвутся глубинные бомбы. Даже если бомба взрывается в 50 метрах от лодки, вся лодка трещит и кажется, что она вот-вот разломится пополам. В конце одного из походов зимой 1941 года мы получили приказ возвращаться не в Феодосию, как обычно, а в Новороссийск. Когда мы пришли в Новороссийск, мы узнали причину этого изменения. Весь Крым, кроме Севастополя, был захвачен немцами. Теперь мы базировались в Туапсе, там находилась база подводных лодок Нева. Пока мы готовились к следующему походу, наша лодка была пришвартована к базе, мы жили и обедали на Неве. Каждый день ровно в 12 часов у нас был обед, ровно в час налет немецких бомбардировщиков. Они летали практически без прикрытия, нашей авиации не было. Зенитным огнем была сбита всего пара самолетов. Однажды во время налета бомба попала в Неву, в борт, которым она была пришвартована к берегу. Там находился кубрик, где в это время были человек 30 спасательной команды. Все они погибли. Нева начала заваливаться на другой борт, а к ней была пришвартована наша лодка, которая и стала с Невой уходить под воду. После взрыва бомбы на нашей лодке погас весь свет, я остался в первом отсеке с механиком с Невы, который сразу же запаниковал. Однако кто-то из команды перерубил канаты, связывавшие нас с Невой, и лодка всплыла. Мы отделались незначительными повреждениями, а Нева кормой села на грунт. Из нашего экипажа никто не погиб, кроме командира. Во время взрыва он находился на борту Невы над лодкой. Взрывной волной его выбросил метров на 150 и ударил об воду. Мы быстро подошли к нему на тузике. Он лежал на воде лицом вниз. Когда его перевернули, он захрипел и умер. Нам всем было очень жаль его. До сих пор помню его фамилию. Денежка. Нашу лодку отбуксировали на другой причал, однако питаться мы продолжали на полузатопленной Неве. Однажды налет начался прямо во время обеда, а по сигналу тревоги мы должны бежать на свою лодку. Мы выскочили из Невы, однако бомбардировщиков было очень много, и мы с товарищем упали в кучу угля. В это время один из скоков, камбус располагался в траншеи на берегу рядом с Невой, не выдержал и бросился бежать. Он отбежал метров на 50, и тут прямо на него упала бомба. Его разорвало на такие мелкие куски, что их смешало с углем, и найти их потом так и не смогли. И практически в этот же момент упала бомба в десяти метрах от меня и моего товарища. И она не взорвалась. Только осколками брызнувшего бетона нам поцарапало лица. Если бы бомба взорвалась, то не было бы ни нас, ни Невы. Потом говорили, что в этой бомбе нашли записку. Такое происходило иногда. Военнопленные, работавшие на военных заводах Германии, делали некоторые бомбы неисправными. Осенью 1942 года нашу лодку поставили в док в поте, и как самый молодой я выполнял самую черную работу. От этого и от грязной питьевой воды я заболел дизентерией. Месяц я провалялся в госпитале, еле-еле выжил, а когда пришел, узнал, что моя лодка ушла в поход и не вернулась. Вместо меня взяли матроса с Щ-216. Эта лодка также ушла в поход и погибла. Нашей лодке прислали нового командира с Дальнего Востока, но он не сошелся с командой. Когда моя лодка уходила, все они говорили, что идут в последний раз и просили передать мне, чтобы я написал их родным. На этой лодке находилось и все мое имущество. Оно и сейчас лежит на дне Черного моря. Уже в 90-х годах я узнал, что, скорее всего, мою лодку потопили румыны у берегов Румынии. Поэтому я остался на базе подводных лодок Красный Дон чинить поврежденные подводные лодки. На этом мое непосредственное участие в боевых действиях закончилось. До конца войны я оставался на Красном Доне. Уже после окончания войны произошел один эпизод, когда я остался жив, несмотря на то, что должен был погибнуть. К нам пригнали трофейную румынскую лодку, и мы должны были разгрузить с нее торпеды. Я должен быть в числе разгружавших, однако по какой-то причине не смог пойти с ними. И одна из торпед во время разгрузки взорвалась. Все мои сослуживцы погибли. А я даже не помню, почему меня среди них не было. Интервью и литературная обработка Сергей Рябков Конец интервью Читал Олег Лобанов